По мотивам автобиографического романа «Судьба» академика, заслуженного деятеля науки Узбекистана, лауреата Международной премии имени Аль-Харизми, доктора технических наук, профессора Сарвара Кадырова. Первый узбекский легковой автомобиль САНО, созданный академиком Сарваром Кадыровым. Автор сценария – Зульхумор Салиева. Режиссер-постановщик – Ибрагим Хамраев. Оператор-постановщик – Сартор Анваров. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Жалко, столько труда, столько бессонных ночей. Я думал, сразу добьемся результат. Двигатель запустили, обороты прибавили, он начал крутиться на 3.800. Вдруг все заскрипело, посыпалось. Айбек, в двигателе произошло рассухаривание. Хотя пружины были сделаны именно для этих оборотов, в результате того, что клапан не выдержал, сухорик сдвинулся с места. Да, верно. Клапан упал внутрь цилиндра, потом проткнул поршень и погнал шатун. Точно. Затем втулка и все остальное вышло из строя. Все, что было, прошло. Нам нужно подготовить новые детали двигателя. Да. Не сворачивайте же с полпути. Правильно. В такие моменты, когда путь кажется таким длинным, хочется увидеться с Айден. Даже сейчас сердце тянется к ней. Я понимаю тебя. Тогда иди. Иди. Остальное я закончу сам. Иди. Иди же. Хороший вы человек, Васаке. Спасибо вам. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Почему ваша дверь открыта? Будто в полночь ждете кого-то. Не начинайте спорить с порога, Ойбек. Который час уже сижу за книгами. Если сильно покашляете в мою сторону, то я могу свалиться. Добро пожаловать. Хорошо. Тогда не буду кашлять. Ну, как ваш сокол? Вздоравливает? Все время счетчик оборотов показывал ошибку. Неужели? Двигатель работал со скоростью 4200. А не 3800. Авария была неминуема. Вообще, в научной работе нужно учитывать все до мелочей. Что, я так и буду сидеть и читать лекции? Во-первых, я показала уважение к вашему соколу. Подумала, вдруг принесу чай, а вы подумаете, что я не переживаю за него и приревнуете. Вам тоже знакомо чувство ревности? Почему же не знакомо? Тогда как между страниц вашей книги попала фотография этого Иркина? Как ваша Лола находится в вашем уме, так и эта фотография находится в моей книге. Не понял. Что, перепугались? Книга Иркина. Он забыл убрать фото. И что мне делать? Она была там. Завтра же верни. Хорошо. Айдын? Да. Ты веришь всяким слухам? Например? Например, я не верю. Скажем, день назад один однокурсник сказал, ты все твердишь Айдын, Айдын, а она ходит с Иркином за ручку. Кто знает, чем они занимаются. Я не мог в это поверить. Если не верите, то почему говорите об этом? Не верю. Я тут же его прогнал. А сейчас вдруг вспомнили, да? Давай. Давай забудем про это. Ну вот теперь вы пришли в себя. Берите. Что? Что опять? У меня что-то с лицом? Может, там что-то есть? Нет. Но если даже там что-то было бы, оно померкло бы перед этой красотой. Опять преувеличивайте. Я что-то вспомнил. Красавица сидит возле речки. Она так красива, что можно проглотить ее с водой. Опять преувеличиваете. Айден. Давай забудем обо всем. Фотографии. Все, все, все. И Лолу с вашего района. Да, и Лолу. В этом мире есть только ты и я. Абек, ты знаешь, что муравьи говорят друг другу? Что они говорят? Они говорят, я желаю тебе мира. Я тоже желаю тебе мира. Они же не разговаривают. Как же так? Это нам так кажется. На самом деле все млекопитающие, птицы, цветы, травы, они все говорят на своем языке, только мы не понимаем их. Они все ходят одной дорогой, да? Да. Мама. Мама. Мамочка. Воды. Мама. Мамочка. Вот. Попей. Мама. Мама. Что болит? Что болит? Скажи. Мама. Мамочка. Мама. Прошу, скажите, что болит? Мамочка. Мама. Мамочка. Пожалуйста, скажите что-нибудь. Мама. 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 Мамочка. Мама. Смотри. Вот это место. Внимательно читай. Что тут написано? Кто стрелял? Стрелял. А что это значит? Кто стрелял? Нет. Прочитай это место еще раз. Вот. Дивизия. Вчерашняя. Передислоцировала. Сынок. Да, мамочка. Говорите. Спасибо. Я благодарна тебе. Пожалуйста. Позаботься о брате и сестре. Я верю в тебя. Обязательно. Позабочусь, мама. Обязательно. Вы не беспокойтесь. Мама, вот чай. Еще немного. Позаботься. Субтитры создавал DimaTorzok Мама Мама Открывайте глаза Что с вами мама? Мамочка, что с вами мама? Мама 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 И практика, и теория Я поехал на Алтай Способствовал увеличению финансирования института Но никто не сказал мне Расплатись Расплатись долгами перед матерью Которая воспитала тебя одна Близится минуты прощения Все, брат, не вините себя слишком строго Я был в неведении, братишка Сколько я старался, преклонялся перед чиновниками Говорил, что мне нужна квартира в центре Долго скитался без дома, брат В конце концов переехал в дом, который освободила моя свекровь А выделенную мне четырехкомнатную квартиру Продал чиновник по фамилии Ибрагимов Я провел всю свою жизнь вот в такой суете Ох, мама Мама Теперь, когда у меня есть дом Когда я, наконец, могу вам помочь Вы покинули меня Мама Любила вас больше всех нас, брат Я плохой сын Плохой Я хватался за всякую работу Но так и не смог доставить радости маме Матери хороших сыновей живут долго Я не смог стать хорошим сыном Не смог Не смог Как быстро летит время Да Через год закончим аспирантуру Да, время быстротечно Может быть, теперь получится быстрее защитить кандидатскую Отлично Попытайтесь Смогу ли я? Конечно, можете Я на вашей стороне Спасибо Айден Я всегда буду надеяться на твою помощь Всегда Ну что, пойдем? Да И куда мы путь держим? Не знаю Предлагайте В театр Новои Субтитры создавал DimaTorzok Абека я Зря мы пришли сюда У каждого где-то болит Ты давно говоришь, что у тебя болит поясница В болицию идти не хочешь Вот я и привел тебя Спасибо Но ходить вместе с вами по врачам Мне неловко Почему это неловко? Если ты безразлична к своему здоровью То я не такой Пожалуйста, пойдем С этим не шутят Дочка, вы что, тяжести поднимали? Нет Я не занимаюсь физической работой Я аспирант А чешский сервиз? Какой сервиз? Она любит радовать родных подарками Каждый раз, когда едет в отпуск Таскает по вагонам коробки с посудой Десять-пятнадцать килограммов Доченька, с вашей комплекцией Носить больше двух-трех килограммов нельзя Я это делала, чтобы его беречь Поэтому Вот лекарство, которое я прописал Кроме этого, хорошо питайтесь При увеличении количества жировых клеток почек Боль прекращается Медицинским языком это называется Опущение почек Рядом с вами такой парень Прутто-сокол Так что не носите тяжелый Да Не волнуйтесь, доктор Отныне я буду заботиться О здоровье этой девушки Хорошо Женское здоровье важнее для нас Чем для них самих Вы понимаете? Спасибо вам Спасибо Пошли Вот Теперь я имею право заботиться о тебе постоянно Это верно, Эбекакя Но почки Очень нежный орган А вдруг я заболею? Что? Не паникуй Все будет хорошо Кроме того Ты мне дорога Такая, как есть Пошли Ты что стоишь? Что-то случилось? Нет Ничего Я просто так Ты витаешь в облаках? Да, здесь я Всегда будь рядом Да Хватит Я и Богу устал Сейчас упаду здесь и усну Понимаешь? Это Власаки Че ты лыбишься? Я не сказал ничего смешного Вы видели спектакль от Элла? Ваши глаза сияют, как у того Мавра Может быть, я и похож на этого от Элла Но сейчас у меня голова уже вообще не шурупит Спать хочу Ах Власаки Что? Вставайте Надо пойти домой Принять душ И отдохнуть по-человечески А у тебя дома есть что поесть? Да, есть Найдется Передайте 17-й ключ Вы идите, я вас догоню Вот тебе 17-й Оп Молодец Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте Так, вы еще здесь? Здравствуйте А я вас ищу Что случилось? Мы хотели пойти в музей после уроков Ах да Прости, Айден Мне кажется, я не смогу Почему? Что случилось? Первые статьи моей диссертации Нужно представить ученому совету Это же здорово Да, здорово Но ни одного часа Из этих трех лет Я не потратил на себя На себя самого Испытание двигателя внутреннего сгорания Самое сложное направление в технике Любой, кто занимается этой сферой Должен знать механику, электронику, пневматическую, автоматику Но что поделать? Я не смог сдать кандидатскую работу вовремя Я не понимаю Вам кто-то что-то сказал? Да, доброжелателей много Однако меня окружают такие, как Иркина и его брат Азла Они знали, что я немного опоздал и раструбили об этом Вы проигнорируете их? Угу, их проигнорируешь? Ведь на карту поставлена моя честь А что говорит ваш научный руководитель? Разве он не поможет вам? Слава Богу, что есть Акил Усманович Он опять встал на мою защиту Он написал письмо в Министерство высшего образования от имени ректора В котором сообщил, что моя работа имеет общегосударственное значение И попросил разрешение на продление Разрешат? Да, это решено Меня вызывали в Министерство Я пошел, министр сам принял меня Задал ряд вопросов Ну, вы ответили на них? Кажется, мой ответ понравился Срок после дипломного образования продлили на 8 месяцев Поздравляю вас Да, за этот период я должен защитить свою кандидатскую Доказать, что я ученый Так что не расстраивайся Теперь в музей пойдем Через 8 месяцев Ну, если вы успешно защитите свою кандидатскую Этого мне достаточно Спасибо за понимание Удачи Хорошо Не уставайте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Он на некоторое время уехал! Преподавал преподавать в Алжирский университет! Понятно! Теперь все проблемы будем решать вместе! Итак, слушаю вас! Послушайте! Послушайте! «Субтитры Алексею Дубровскому! Не может быть! Не может быть! Не может быть! Не может быть! Учитель! Не делайте этого! Пусть хотя бы научные советы знакомятся с этой работой! Я столько трудился над этим! Здесь не должно быть ошибок! Мальчик, если научный совет прочтет эту работу и не одобрит, тогда я буду писать ее заново! Мальчик, кого ты учишь мудрости? Я не могу принять сырую работу! Вот сначала доработай, а потом я ее рекомендую нашему научному совету! Ясно? Все! Свободен! Ну? Как наши дела? Хорошо! Получается? Получается! Получается! Это хорошо! Увидимся! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Да, я взял отпуск на некоторое время, но все время думал о твоей работе. Добро пожаловать в Казахстан! Ну-ка, давай посмотрим. Угу. Вот. А, вот сначала. Значит так, я ознакомлюсь с работой и поговорю с Буреевым сам. Договорились? Спасибо, учитель. Я... Можно? Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Акилла Усманович, спасибо. Спасибо. Диссертация Айбека Таирова готова к защите. Как это так? Не может быть. Может быть, господин Буреев. Почему эта диссертация, написанная молодым ученым, не должна быть опубликована, а? Диссертация готова. А вы, господин Буреев, еще долго будете сидеть и говорить «не может быть, не может быть!» Вот те здоровы. У меня нет времени. Давай сходим завтра. Хорошо. Только после занятий. Здравствуйте. Здравствуйте. Кажется, у вас что-то есть. Девушки не могут оторвать взгляда. Я очень ревную. Что-то говорить достаточно одного взгляда. Защита диссертации хорошо повлияла на вас. Вы раньше были реалистом. Почему же? Неужели за то время, что мы знакомы, я ни разу не показался вам романтиком? Почему? Я этого не говорила. Например, меня вы пригласили на фильм Килиманджарова. Все еще помню. А потом, в честь героини фильма, начал звать тебя Синтия. Я-то думала, у вас на уме. Только чертежи да диссертация. Значит, ошибалась. Да, кстати, в день защиты диссертации я издалека увидел твой взгляд и прочитал. Желаю тебе удачи. Хотя ты и не подошла ко мне. В тот день приходили ваши родные, друзья. Я не смогла подойти ближе. Если честно, то было неловко. Кроме этого, и мне пришлось защищать свою работу через неделю. Волновалась не меньше вашего. Айден. Я... Вот ты тоже защитила кандидатскую. Теперь мы оба кандидаты наук. И я хочу отложить шутки в стороны и поговорить серьезно. Говорите. Знаю, вокруг тебя много ребят, которые очарованы тобой. Может быть, среди них есть и умнее, ну, богаче меня. Но я не хочу отдавать тебя никому из них. Ни одному. Айден. Давай поженимся. Что? Неужели я тебя обидел? Давайте сменим тему. Пошли. Айден. Айден. Почему ты молчишь? Скажи что-нибудь. Ты же читала «Скорпиона золотаря» Абдуллы Кадыри. Ты помнишь слова Анвара, которые он сказал рано? «Когда поженимся?» Он спросил ее, когда поженимся. И что ему ответил рано? Она сказала, нам и сейчас хорошо. Но Анвара в ответ говорил, пара должна вступать в законный брак, так уготована судьбой. Я тоже хотел напомнить тебе слова, Анвара. А если я опять повторю ответы рано? Мы же не Анвара, рано. Мы Айбек и Айден. Для нас мила не весна, а осень, когда собран урожай. Почему ты задумалась? Айден. Я... Я думаю... Что скажут мои родные? Айден. Ведь твоя мама и дядя знают о нас. Вот увидишь, они обрадуются. Я... Я обещаю, ты будешь счастлива. Вы... Вы самый лучший. Вы... Вы... Продолжение следует...